Субтитры делал DimaTorzok 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 Непонятно что, опускаем воду и забираем руку, которой как раз сейчас и не хватает главному герою Вот в принципе и первый сегмент, первая локация, ничего сложного, просто собираешь робота и все Два робота Все, мы покидаем свалку и направляемся в сам машинариум, в город роботов Разобраться, что вообще произошло, как мы оказались здесь И все в этом роде В этой локации мы попадаем на блокпост, такой аванпост или как его еще можно назвать Куда нас просто так не пропустят Чтобы пройти, нам нужно, так сказать, замаскироваться под полицейского Чтобы это сделать Первым делом нужно взять конус И под остальными, другими конусами будет краска Если смешать синюю краску и белую, получится как раз таки краска цвета Вот этих вот шляп, которые у полицейских Все, что осталось достать, это лампочка Которая тоже является частью шляпы полицейского Здесь, в принципе, ничего сложного Просто поднимаемся, достаем Быстро шарим инвентарь, надеваем И все Теперь нас спокойно пропускают Все бы ничего, но Робот, получается, сейчас просто упадет И нам придется идти обходным путем в город И не получится просто так сразу в него пройти И когда мы будем идти обходным путем Мы как раз Узнаем то, что главные злодеи Решили сделать бомбу И взорвать главный компьютер в этом городе Который всем заправляет В этом сегменте, в принципе, тоже ничего такого Просто нам нужно будет положить Вот эту вот штуку желтую на рельсы Сбросить вагонетку и поехать на вагонетке дальше В следующую локацию Делаться таким образом Садимся и просто уезжаем Все, мы попадаем в следующую локацию И здесь как раз встречаем Главного Одного из шайки Черных шляп Это у нас, получается, бандосы Их трое Они являются главными злодеями этой игры И что он сейчас делает Он набирает Непонятно что Для создания бомбы Вот этот вот фиолетовый материал И тут как раз у Йозефа В голове всплывают флешбеки О том, что было Что было раньше Вот, сейчас как раз Когда он идет Мы Последуем за ним Но Для этого Нужно еще порешать пару головоломок И всякое такое Открываем Автомат для управления рычагом Настраиваем его Запускаем В этот же момент берем ключ Который нам пригодится Чтобы Поменять местами Провода Сразу же открываем Интересная вещь Что если В этой игре есть Подсказки Которые Немного не так работают Как надо Но если Открыть подсказку То она говорит Поменять местами Совсем другие провода Из-за которых Сломаются еще Вот эти вот провода И это потеря времени Один спидранер нашел Что если поменять Провода Которые находятся Не в Гайде А которые Просто Так То провода Не ломаются И это получается Таймсейф Вот еще Получается Бандосы Они Сделали бомбу Йосефа опять Флэшбэки В этой локации Существует Один Очень жесткий Скип Но Он не используется Потому что Еще не придумано Как Его Ну Довести до ума Потому что Если его сделать Ты получаешь Софтлок И не можешь Продолжить игру дальше Но Если его сделать То можно Скипнуть Где-то 5 минут игры Что-то в этом роде Так Ну здесь Сегмент с тюрьмой Нас поймали Ну и Для того Чтобы выбраться Из тюрьмы Из тюрьмы Нам нужна сигарета Как это ни странно Первым делом Крафтим сигарету И отдаем ее Вот этому парню Чтобы он нам Дал свою руку Рука Его нужна Чтобы дотянуться До швабры Которая Находится Через Две камеры А Окей Окей Немного Стопил То есть Если делать это Рукой Нашего робота То он не Дотягивается И Поэтому нужно Просить руку Этого парня Все Забираем швабру Здесь у нас еще Заключенные Находятся Которые еще Нам пригодятся Все Крафтим Такое Такой своеобразный Ключ Чтобы Открыть люк И сейчас Будет первый Такой микроскип А Ну тогда Давай Вот Короче Когда ты Переходишь Из одной локации В другую Ты Быстро Открываешь Инвентарь И Фейт Затемнение экрана Начинается Мгновенно И ты сразу Телепортируешься В ту локацию Которую ты идешь Это работает Далеко не в каждой Локации Но Здесь В сегменте Тюрьмы Это используется Вроде Несколько раз Здесь Третий член Банды Он просто сидит Отдыхает Чилит на стуле Мы у него Воруем пульки Он такой Типа Не понимаю Чего произошло Забираем У него ключ И освобождаем Тех самых Заключенных Которых Я говорил Что они еще Пригодятся Пульки я рассыпал Для того Чтобы Бандос Взял И просто Поскользнулся На них Когда захочет Догнать Вот этих Вот ребят Вот В принципе На этом Сегмент Тюрьмы Почти подошел К концу И Осталось Только забрать Несколько Квестовых Хитемов Которые Пригодятся Уже На следующей Локации На следующем Сегменте Заходим Для начала В камеру Вот этих Двух заключенных И забираем Присоску Для Пистолета Пистолет Непосредственно Находится Вот в этом Сейфе Код От которого Можно найти В следующей Локации Ну Зачем его Искать Если мы его знаем Так 4.45 Прикол С этим сейфом Что Существует Два Сетапа Как Может Сложиться Головоломка В этом Сейфе Я называю Красный И зеленый Сетап Фишка в том Что зеленый Сетап Дольше На 4 На 4 Хода И То есть Здесь еще Небольшой Скип Вот Если ты ловишь Красный Сетап То это Быстрее на 2 секунды Ну Не знаю Если бы игра Была более популярной И был бы Более Конкурентный Грин Звр То Я думаю Много Боя Людей Просто Грин Делит На Красный Сетап Ради Этих 2 Секунд В этом Сегменте Нам нужно Достать Собаку Для Этой Вот Девочки Чтобы Забрать У нее Чтобы Она Надала Зонтик Чтобы Мы могли Пройти Дальше Здесь Лед Вода И Здесь Невозможно Пройти А Вот Здесь Простая Головоломка Которую Я Зафейлил Марафон Головоломки Окей Все Мы Забрали Один Ящик Для того Чтобы Залезть В Аппаратную Будку Для Управления Почемком С маслом Который Вот Здесь Находится Так Просто Собаку Достать Мы Не Можем Поэтому Нам Нужно Ее Выманить Налив На Край Вот Этой Вот Край Этого Пола Здесь Масло Получается Все Механизм Едет Разливаем Масло Используем Пистолет На Собаку И Вуаля Не Нажимаю На Кнопку Окей Еще Очень Интересная Фишка Не знаю Как Назвать То Что Ты Не Всегда Можешь Применять Предметы В Любой Части Локации Иногда Тебе Нужно Прям Подойти В Упор Чтобы Использовать Предметы Иногда Ты Можешь Вот Прям Я Только Сладил А Уже Мог На Собаку Нажать Пистолет То Нужно Запоминать Где Как Тебе Нужно Нажимать Предметы Чтобы Не Стоять И Не Понимать Почему У тебя Не Используется Тут Или Иной Предмет Так В принципе Этот Сегмент Подходит К концу И Начинается Самый Длинный Сегмент Где Нам Нужно Собрать Точнее Починить Уличной Музыкальной Группе Инструменты И Заодно Там Помочь Роботу Который Нам Потом Поможет В дальнейшем Выбраться Из этой Локации Сейчас У нас Самый Большой Ран Руинер Это Дед Которого Нужно Обыграть И Это Просто Максимальный Рандом Можно Обыграть С первого Раза Можно Обыграть С пятнадцатого Буду Надеяться Что Мне Прогнет Кутер Инжи Да Окей Обыграл С первого Раза Когда Мы Его Выбираем Стучит По столу И Мы Забираем Вот Эти Вот Детали Которые Нужны Будут Роботу Который Играет На Саксофоне Потому Что Ему Их Не Достает Так Здесь Мы Идем Берем На Липучку Мух Вот Собственно Этот Робот Отдавать Я буду Все Инструменты Чуть Позже Потому Что Это Более Быстро Оптимизация Все Дела Сейчас Мы Идем Наверх Сейчас Будет Такой Скип Через Сейв Лоуды Который Достаточно Не так Давно Я Нашел Когда Пришел В эту Игру И Сначала Ну Было Трудно Понять Где Работает Скип Где Не Работает Потому Что В некоторых Локациях Если Ты Хочешь Скип Катсцену Ты Просто Просто Катсцена Возобновляется И она Не Скип Завзяли У деда Чайник Чтобы Набрать Его масло Вот Мы Делаем Здесь Сейв Лоуд Чтобы Скип То Как Парень В рубке Будет Идти В церковь Экономик Где-то Секунд 15 Что-то В этом Роде Забираем Забираем Граммофон И Идем Дальше В принципе Здесь Все Поднимаемся Дальше Здесь У нас Тоже Будут Скипаться Катсцены Через Сейв Лоуд Первая Катсцена Прям Сейчас То Как Вот Эта Птица Будет Забирать Детальку От Механизма А Вторая Как Она Будет Уже Подниматься Назад Когда Мы Уже Заберем Детальку Все То есть Мы Скипнули Примерно 15 Секунд Тоже Все Здесь Довольно Простой Ребус Включили Электричество И Теперь У нас Перила Она Электризованный И мы Можем Вообще Для чего Все это Делать Нам Нужен Этот Код Чтобы Почистить У одного Музыканта Трубу Потому что В ней Застряла Крыса Собственно Нам нужен Этот Код Для этого Мы Запутали Провода Этому Бедолаге Который Будет До конца Игры Сидеть И распутывать Провода Но Извиняюсь Все Пугаем Кота Код Попался Отключаем Электричество И Спускаемся Вниз Здесь Нужно Поставить Вещи В инвентаре Так Чтобы Было Удобно Потому что Я не Объяснил Вообще Как Работает Фаст Инвентарь Если Нажимать Кнопку Control То Тебя Моментально Переносит Твой Курсор Переносит В инвентарь И То есть Ты Нажимаешь Control И Выбираешь Нужный Тебе Предмет И Нажимаешь Опять Control И Твою Мышку Возвращает Опять То же Место Где Она Была То есть Вот так Вот Это все Происходит Собираем Бочку Которая Будет Как барабаны Для Вот Этого Парня Ну В принципе Сейчас Вот Эта Старуха Будет Сбрасывать По Очереди Горшок Потом Горшок С растением Потом Радио Растение Это у нас Получается Плацолнов Он потом Пригодится В ботаническом Саду А Магнитофон Прямо сейчас Пригодится Прямо После этого После того Мы соберем Группу Ну и Запускаем Кота В трубу Все И группа Начинает Уже Играть Полноценно Втроем Всю мелодию Так Магнитофон Ломается Точнее Динамик Ломается У магнитофона Но это Не страшно Потому что Мы уже Взяли В рубке Один Набираем Масло Для Деда Чтобы Он Съехал С Люка И мы Могли Слазить Вниз Также Не забываем Здесь Шарить Инвентарь Чтобы Все Предметы Были Всегда В Квик Инвентаре И мы Могли Быстро Их Взять Просто Возвращаемся Назад И Сейчас Будет Еще Наверное Самый Жирный Сейв Времени Через Сейв Лоуд Скип Фишка В том Что Сейчас Мы Спустимся Вниз И Под Нами Прям Будет Находиться Комната Где Сидят Все Три Бандоса И Когда Мы Спустим Воду Мы Затопим Прям Всю Комнату Где Они Будут Сидеть И Вся Вот Эта Катсцена Где Нам Будут Показывать Как Они Тонут И Все Такое Все Это Скип За Счет Скип Вот Этот Робот Нам Может Помочь Только Вот Если Мы Подключим Музыку У него Стоит Условие Музыку И я Помогу Те Открутить Я Кстати Зафейлил Я Забыл Взять Ключ Но Это Не страшно Я Могу Сейчас Взять Вот Это Катсцена Разделаем Сэллоуд И она Скипается Дальше Берем Ключ Чтобы Закрыть Поток Воды Чтобы Она Не Лилась Пересталась Перестала Тти Поток Воды Закрываем Здесь Трубы Перекрываем Воду И Все Теперь Можем Спуститься Фонтан И Перейти На Следующую Локацию И Вроде Как Это Последняя Локация Где Можно Применить Сэйвлоуд Сетратку Без Без Софтлока Есть Еще Один Момент Где Он Очень Много Сэвит Но Игра Софтлочится Из-за Этого Вот Прям Здесь Мы Делаем Сэйвлоуд И Мы Не Слушаем Не Слушаем Историю Которую Она Нам Рассказывает Я Просто Делаю Максимально Много Мискликов Сейчас Окей Здесь В принципе Ничего Сложного Берем Кукурузу Делаем Попкорн Достаем Палку Благодаря Которой Вообще Что нам Нужно Сделать Это Починить Лифт В нем Нету Топлива И Сломан Механизм Сейчас Мы Просто Нужно Найти Какой-то Способ Чтобы Заправить Его Для этого Мы Снимаем Вот Эту Штуку Достаем Не знаю Даже Что Это Трубой Это Тяжело Назвать Потому Что Она Плавится В шланг То есть Я Вообще Сколько Играю Так Я Никак И не Понял Что Это Окей Оно Плавится В своеобразный Шланг Который Мы Проводим Сюда И Заправляем Лифт Так Это Получается У нас Берта Главная Героиня Тян Главного Героя Которая Тоже Попала В руки К бандитам И Которую Нам Предстоит Спасти Все Заправляем Лифт И Прямо Сейчас Его Заводим Осталось Только Решить Головоломку Нам Нужно Поменять Местами Красные И Черные Эти Круги И Откроется Рычаг Все Мы Поднимаемся Наверх К Ботаническому Саду Здесь У нас Находится Пропеллер Которому Нужно Просто Подойти И Сказать Предъявить И он Начнет Нам Предъявлять Вопросы Задавать И нам Нужно Специально Отвечать На них Неправильно Потому что Он Начинает Слиться И в конце Открывает Нам Путь К Ботаническому Саду Если же Просто Отвечать Правильно Он Заснет И Все Придется Делать Неправильно Собственно Все Переходим К Ботаническому Саду Здесь Мы Садим Наш Подсолнух И Решаем Головномку Чтобы Запустить Механизм Который Ускоряет Рост Время Роста Растения Как-то Так Простая Колонка Все Подсолнух У нас Вырос И Мы Можем Сделать Масло Которое Нас Попросил Дед То есть Подсолнечное Сначала Нас Попросил Обычное Теперь Подсолнечное И Открываем Дверь Все Вот и Весь Ботанический Сад На самом деле Очень Долгая Локация Если Проходить Казуально Но Очень Быстро Если Ты Знаешь Все Ребусы И Все Потому Что Очень Интересно Там Тот же Аппарат Который Ускоряет Рост Растений Там На все Растения Попробуйте Все Такое Все Получаем Масло Сейчас Какая У нас Цель Нам Нужно Пройти В Лифт Который Загородил Вот Этот Милиционер Он Нас Просто Так Не Пропустит Ему Нужны Батарейки Чтобы Починить Его Котика Получается Батарейки Мы Можем Получить Из Автомата Который Вот Сейчас Здесь Будет Вот Этот Автомат Но Для Того Чтобы Получить Батарейки Нам Нужно Нам Нужны Монетки А монетки В этой игре Получаются В игровых Автоматах Один Из самых Моих Нелюбимых Сегментов В этой игре Это Игровые Автоматы Потому что У меня Никогда Не получается Их нормально Проходить Вот Дедзо Масло Нам Дает Получается Билет И мы Можем Сразу Пойти И Залутать Монетки Здесь Можно Пройти Через Дверь До Того Как Она Откроется То есть Только Мы Вставляем Можем Сразу Пройти Чтобы Запустить Здесь Игровые Автоматы Мы Должны Покрутить Педали И Сразу Запускаем Второй Автомат Третий Автомат Который Здесь Стоит Он Нерабочий И Запускаешь Его Он Сразу Взрывается И Все Все Начинается Попа Боль Мой Самый Нелюбимейший Автомат В чем Смысл Нам Нужно Набрать Тысячу Очков И Для Этого Нам Нужно Убивать Вот Этих Пришельцев Иногда Появляется Красный Красный Корабль Который Дает Больше Очков Есть Возможность Заспавнить Два Корабля Но Чтобы Заспавнить Два Корабля Ты Должен Быстро Убить Некое Количество Пришельцев И Затупить Потом Чтобы Появился Второй Корабль После Убийства Первого Это Очень Сложно Сделать И В этом Практически Нет смысла Потому Что Просто Быстро Убить Волну Намного Быстрее Страток Вот Я Спавнил Второй Корабль Но В этом Нет Особого Смысла Намного Быстрее Просто Убивать Волны И Убивать Один Красный Корабль Здесь Просто Получается Стратка Простая Желательно Убивать По По Одной Линии Чтобы Чтобы Можно было Быстро Убить Красный Корабль И Закончить С волной То есть Это Самая Быстрая Страта Очень Неприятно То Что Каждый Промах Это Буквально Секунда Луза Тайм Луза И Ничего С этим Не поделать Чтобы Нормальное Время Получать Нужно Нормально Играть В эту Мини Игру И Ничего С этим Не поделаешь Это Самая Неприятная Часть Рана Получается Второй Автомат В этой Игре Более Простой Просто Головоломки Которые Довольно Легко Решаются Вот Опять же Я Вспонил Второй Корабль Ну В принципе Да Ничего Интересного Просто Набираем Тысячу Очков И Переходим К следующему Автомату Добиваем Корабль Пожалуйста Умри Самая Самая Моя Нелюбимая Часть Рана Закончена Можно Спокойно Играть Дальше Берем Монетку И Переходим К следующему Автомату Который Намного Быстрее Намного Проще Просто Обычная Головоломка Нам Нужно Засунуть Маленький Красный Вот этот Квадрат В большой И нам Откроется Выход Здесь В принципе Все Не знаю На мышечной Памяти И Ничего Сложного Нет Тоже Получаем Одну Монету Нам Как раз Нужно Две Монеты Чтобы Купить Две Батарейки Потому Что Батарейка Которая Нужна Полицейскому Она Большая А В автомате Дают Две Маленькие То есть Мы берем Две Маленькие И Просто Их Связываем Веревкой И Получается Одна Большая Все Все Легко Все Получили Две Монеты И И И И И И Забирать Наши Батарейки В Автомате Дальше У нас Будет Сегмент С той Самой Бомбой Которую Мы Видели Как Создавали В Начале Игры Нам Нужно Будет Разминировать Эту Бомбу И Да И После Нее Начнется Уже Концовка И Последние Заключительные Сегменты Делаем Полноценную Батарейку И Все И Приступаем К Сегменту С бомбой Отдаем Батарейку Отдаем Отоживает Все Заходим Лифт В лифте У нас У нас Все Все Просто Берем Просыпаем Землю Выезжает Робот Пылесос И Мы У него Отжимаем Лампочку Которая Нам нужна Для того Чтобы Спустить Лифт Наверх Вставляем Лампочку И рисуем Звезду Звезда Соответствует Этажу То есть Вот Второй этаж Здесь На стене Написано Где Какой Этаж Какая Фигура К нему Относится Что ж Здесь У нас Сегмент С бомбой Который Довольно Просто Проходится Единственное Сложное Это Быстро И четко Разминировать Бомбу Чтобы Не потратить На этом Много Времени Здесь В принципе Все Что мы Делаем Это Включаем Выключаем Электричество Возим Туда Сюда Пылесос Чтобы Забирать Те же Или Иные Предметы Все Выходим Взяли Ножницы Нам Нужны Ножницы Для того Чтобы Взять Вот Эту Люстру А люстра Нам Нужна Чтобы Так Сказать Взломать Туалет И Чтобы Через Туалет Можно Было Спуститься К бомбе Вот Как-то Так Забираем Люстру Перед Этим Выключаем Электричество Опять Включаем Электричество И Везем Пылесос Прямо К туалету На старой версии Движка Точнее На Старой версии Нового движка Этой игры Здесь был Очень Жесткий Сегмент Через Всякие Гличи Клипы Через Стены И все Такое Но Разработчики Прям Максимально Быстро Это Пофиксили А старой версии Ни у кого Не осталось Поэтому Очень жалко На этом Сегменте Можно было Скинуть Где-то еще Минуту Наверное Если бы Страта Сработала Все Получается Мы взломали Туалет И Начинается Миссия Невыполнимая Мы спускаемся На туалетной Бумаге И минируем Бомбу Надеюсь Я не забыл Как бомбу Минировать Код Помню Достаем Буквы Все Бомба Разминирована Казуально Тут Придется Попотеть Попытаться Провести Цифру К букве Попытаться Последить Где Какой провод Куда идет Ну Если знаешь Код То конечно Все просто Все в принципе Начинается Endgame Концовочка Где Нам нужно Как-то Удалить Вирус Из главного Компьютера Вот Собственно Главный Робот Его Бандосы Вот Банда Черных шляп Заразили Вирусом Нам нужно Его Получается Спасти Для этого Для начала Нам нужно Открыть Этот замок Который Состоит Из двух Головоломок Первая часть Родина Стоп А Стоп А ну Тогда Давай Забыл Головоломку Нормально марафон страц берем провод подключаемся и нам открывается мини-игра в которой тоже есть свои фичи такие фичи как волбуст но соль в том что он работает только когда ты идешь вдоль по стене вниз то есть вверх она не работает только вниз когда спускаешься вдоль стене вверх как-то вправо влево не работает но они вы это сейвит довольно много времени для начала берем ключ тоже не самый интересный сегмент просто убиваем всех противников лечим главный компьютер и все я очень много раутов перепробовал как быстрее как медленней так и не не понял как это работает но какие рауты я бы не пробовал в этом сегменте в этой мини игре время всегда одно и то же поэтому просто бегу дефолтный раут ничего интересного добиваем бываем всех красных этих вот роботов в этой правой части локации у нас 33 прохода вот это считается я считаю что это самый длинный и более такой на таймлуз проход но почему-то его оставляют не наконец а проходит прямо сейчас просто не знаю как я не пытался изменять рауты все равно все всегда одинаково поэтому просто убиваешь нормально даблкил еще б не сдохнуть так же есть кп я случайно открыл антарь помню было дело я случайно закрыл эту мини игру на последнем роботе надеюсь такого не случится прямо сейчас вот сейчас был волбуст который меня немного ускорил здесь тоже густы и остается последний проход и мы добиваем последних оставшихся и наш робот приходит себя так же здесь есть роботы которые убиваются с одной поле есть которые с двух и все принципе все как все еще состоит эта мини игра все робота мы вылечили и он нам сейчас отдаст последнюю лампочку к лифту которая нас как раз позволит нам попасть в подвал где мы уже и расправимся с бандосами и спасем нашу тян здесь можно скипнуть эту кат-сцену это как раз тот софт-лок это которым я говорил все эти вот эту кат-сцену можно скипнуть и продолжить игру через сайлоу то есть скипается но проблема в том что лампочку вы не получаете как например получаете ключ в сайлоу стратегте мы спускали воду и вот так очень обильно тоже очень много времени бы из этого заселена я надеюсь я помню в своем world record ранее я забыл эту головоломку и нафейлил жестко даже так сложно нарисовать звезду так здесь ничего сложного просто достаем для начала ключ ключ нам пригодится в лифте в лифте у нас находится заморозка замораживаем просто замок бьем кувалдой и вот наши бандосы смываются вниз и непонятно что с ними случается наверно они это больше больше их уже никто не увидит все замораживаем замок и все приближаемся уже концовки игры все поднимаемся спасаем и попадаем сейчас сразу назад к главному компьютеру чтобы выйти и улететь на вертолете для того чтобы подняться на вертолет нам нужно сыграть мелодию которую можно слышать в радио когда там настроить его и услышать но мы знаем мелодию и все таймер заканчивается когда опустится дверь вертолета собственно вот как бы и вся игра глав героя поднимается и время вот собственно и как то так выглядит игра машинариум от аммониты дизайн очень клевая студия много таких схожих игр у нее есть и принципе спидраны по этим играм более менее похожи с похожими скипами принципе как бы все спасибо что смотрели хочу пожелать удачи следующим раннером особенно на свою с его ранам в носу все всем пока